Продолжение следует... Про фармацевтику, про фармакологию, но как про отрасль. И обязательно мы сохраним главный ракурс нашей передачи – это разговор о будущем. Потому что, собственно, некоторые думают, что это все так просто. На самом деле это отрасль будущего. Собственно, мы так и назвали свою программу «Российская инновационная фармацевтика как отрасль будущего». И у нас в гостях два эксперта, два специалиста. Ну, во-первых, Андрей Ивашенко – это профессор, во-первых, Российской академии наук. И представитель среди директоров такая компания «Химрар». Но самое важное для нас, что он завкафедрой, то есть самой инновационной, если я правильно выразил, фармацевтики. Причем Московского физико-технического института. Все правильно. Известный наш, надо сказать, МФТИ. И Вадим Тарасов, тоже директор Института трансляционной медицины и биотехнологии. Но это уже Сеченский институт, который известен нам как «Первый мед». То есть вроде бы такие две грани этого процесса – технологическая, медицинская, научная и производственная. Но как у нас на телевидении, покойно на неповцов Олег, говорил, что телевидение – это искусство плюс завод. То есть вроде как мы образами торгуем, пардон, но на технологической основе. Но есть, так сказать, шутки в сторону. Пандемия и все, что с этим связано, показала, насколько мир уязвим, неустойчив, взаимозависим. И если играть по тем правилам, которые нам навязывает то, что называется «мировое небольшинство», то тогда может все плохо кончиться. Примеры мы с вами приведем, но мы это все знаем. И только опора на собственные силы. Не только потому, что мы смогли сделать собственную вакцину, причем первыми в мире. Но ведь фармацевтика – это не только вирусные препараты. Это огромный комплекс вопросов, который упирается в технологию практически нового уклада. И вот здесь сразу начинаются как-то паузы, начинается, во ртом воздух хватает, люди не понимают, о чем разговор. Разговор о будущем, о здоровье нации, о суверенитете. Вот первый вопрос, как совместить понятие фармакология, фармацевтика, точнее, это фармакология разная вещь, как отрасль и наш технологический в этом смысле суверенитет, связанная, собственно, с безопасностью. Ну, кто? Что с тобой? Да, спасибо большое. Действительно, поскольку мы о будущем говорим, то, может быть, надо посмотреть пошире для того, чтобы обосновать, почему фармацевтика, которая, кажется, такая достаточно уже устоявшаяся отрасль, она вдруг в 21 веке становится драйвером технологического развития человечества и тех стран, которые хотят иметь технологический суверенитет. Если так посмотреть широко, то в 20 веке основным драйвером развития были открытия в области физики. Все, что возникло в 20 веке, возникло благодаря тому, что человечество, физики, вот мои коллеги, физтехи в том числе, они изучали неживую природу, делали какие-то открытия, связанные с этой неживой природой, а на основании этого делали машины, механизмы, энергетику, ядерную, промышленность, интернет, вычислительные – это все результаты технологизации тех открытий, которые человечество сделало в области неживой природы. Сейчас ситуация сильно стала меняться. Если мы посмотрим, великих открытий в области физики и в области неживой природы давно не было. Раз не было великих открытий, значит и ждать волны большой технологизации в этой области нельзя, потому что всегда будет какое-то великое открытие, после чего идет технологизация. Причем даже цифровые технологии не ускорили процесс обработки данных для принятия каких-то решений, открытий, я имею в виду физики, в классической физике или смежных. Да, и в этом смысле каждый раз, когда происходит какое-то глобальное открытие, все страны, развитые, пускаются в соревнования, кто из них быстрее технологизирует результаты этого открытия. В этом смысле 21 век называется веком живых систем, потому что действительно физики сделали приборы, микроскопы, секвенаторы, другие вещи, которые помогли… А что такое секвенатор? Секвенатор – это прибор, который геном человека может секвенировать. Это я для зрительства. В общем, физики наделали всяких очень сложных железок, которые позволяют заглянуть внутрь человека и понять на уровне не то, что там отдельного органа или ткани, или клетки, или даже молекулярного взаимодействия внутри клетки, как всё происходит, то, что сейчас называется системная биология, понять весь уровень этого взаимодействия. И поэтому открытия, в общем-то, все такие наиболее яркие, если мы посмотрим Нобелевские премии последних десятилетий, это в области живой природы и медицины. В частности, расшифровка генома человека – это даже не открытие, это некое событие, которое запустило целую серию открытий о том, как внутри у человека всё устроено. Поэтому сейчас соревнование всех развитых стран идёт в области технологизации тех открытий, которые учёные делают в области живой природы или живых систем в 21 веке. А не мешает ли здесь вот тот самый фактор, который мы слышали в термине «большая фарма», что компании, пытающиеся заработать большие деньги, иногда манипулируют, иногда, так сказать, лукавят, скрывают что-то… Это следующий вопрос, очень правильный, я к нему вернусь. Я хочу сейчас сказать, если мы теперь берём технологизацию в области… То есть я правильно рассуждаю, это хорошо. …в области живых систем. Мы смотрим с точки зрения денег в мире, где наибольший эффект. Вот 70% эффекта или 70% находятся в медицине. То есть результаты этой технологизации наибольшую эффективность и наибольший эффект дают в медицине. Ещё 20% – это агро, еда и всё, что с этим связано. И там 10% и всё остальное. То есть в этом смысле… А в медицину, если мы возьмём, в ней, наверное, больше половины – это, в общем-то, так или иначе, это новые лекарства. Причём в широком смысле слова. Это не просто таблетка, это ещё и средства диагностики. Потому что часто это вместе идёт – средства диагностики плюс лекарства, которые, соответственно, относятся. Даже индивидуальный подбор лекарств. В этом смысле получается, что то, что мы называем фарма и биотеком, вот это всё вместе в области создания новых лекарств и новой медицины, это, по сути, драйвер технологизации в мире, которая идёт благодаря вот этим великим открытиям в области живой природы. Когда мы говорим «драйвер», это то, что я для публики поясню, если я это уже правильно понимаю. Это, вроде бы, направление, которое вокруг себя создаёт огромное количество смежных рабочих мест, ну, как оборудованно-промышленный комплекс. Да, абсолютно. Вроде бюджетные деньги, а количество смежников огромное. Это тащит за собой всё. По-крупному сейчас в мире есть два драйвера таких развития. Ну, не будем говорить про военку. Первое – это всё, что связано с интернетом и с вот этой новой связанностью. Второе – это всё, что связано с медициной, с фармацевтикой, и с открытиями в области живых систем. Сюда же еда потом относится, если шире смотреть и так далее. Поэтому, в общем-то, получается, что как бы те страны, которые не могут создавать лекарства новых поколений, они попадают в технологическую зависимость от тех стран, которые такие лекарства могут создавать. Ну, пандемия показала. Это и не только, кстати, что вроде, как мы тут говорили недавно, и таблетки есть, а когда они кончатся, что мы будем делать? Ну, и потом они под новые инфекции могут и не быть. Да. Как в случае с коронавирусом. Их просто закроют, и всё. Как в случае с коронавирусом, вы правильно сказали, всего лишь несколько стран смогли сделать свою вакцину, смогли сделать свою диагностику, смогли сделать свои препараты прямого коронавирусного действия, и там моноклональные тела, чтобы лечить вот эти пневмонии, вот от чего люди умирали. Россия относится к этим странам. То есть США сделали, отдельные западноевропейские страны, что-то сделал Китай и Россия. Всего четыре страны в условиях вот этого кризиса пандемии смогли, мобилизовав свой потенциал научно-технологический, выдать, как говорится, то, что надо было в установленные сроки. Причем даже как-то две вакцины даже сделали, по-моему. Да, их несколько вакцин было, да. Это что значит? Это значит, что если надо, то мы можем. Единственное, мы, как всегда, ждем, пока, как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится. Но тем не менее, это хорошая новость, что мы можем. Что наша научная школа, она готова, технологическая готова. Но дальше вот теперь на уровне системной работы, постоянной работы, нам, конечно, в этом соревновании надо участвовать как можно быстрее. Я имею в виду инновационная фармацевтика, потому что сейчас мы в нем не участвуем на уровне государства. Инновационная фармацевтика – это как раз та самая передовая. Да, создание препаратов новых поколений. Вот теперь в Первом медиа есть, кстати, кафедра медицинской этики. Мы это как-то обсуждали с ее завкафедрой, публично, причем разные там вопросы, в том числе и клятву Гиппократа, которая сейчас вроде как бы она есть, но на самом деле ее там не совсем она есть, и вроде бы ее даже почти нет. Но это такие совсем этические вещи. Но когда мы говорим о препаратах, это касается всех. И вот это у нас предубеждение, что вот отечественные препараты, они хорошие, а вот импортные, они обязательно лучшие, потому что они дороже. И то, что это вот тут чуть ли не плацебо нам тут подсовывают, а здесь вот, так сказать, чудодейственные, значит, лекарства. Вот вы, так сказать, как сотрудник все-таки университета медицинского, Первого меда, Сеченовки, вот несмотря на то, что вот кафедра биотехнологии называется, все равно насколько этический момент сегодня, он как помогает или он сдерживает? Потому что тут еще деньги завязаны, мы же понимаем. Ну, для того, чтобы этот вопрос обсуждать, конечно, нужно посмотреть немножечко исторически, чуть-чуть глубже. Надо понять, в какой ситуации мы оказались в 90-е годы и к чему пришли. Если мы исторически посмотрим на не просто Советский Союз, но и на страны Варшавского договора, то Советский Союз исторически создавал фармпромышленность фактически не на своей территории. То есть она создавалась в Чехословакии, в ГДР, в других республиках, в Польше активно развивалась. Ну, что-то было на Украине. Сама школа, которая была бы на территории нынешней Российской Федерации, ну, ее было то, что касалось вакцин и ряда других направлений. Все было распределено. И после распада Варшавского договора, а потом и Советского Союза, получилось так, что мы остались практически ни с чем. Значительная часть нашего потенциала, ну, за исключением научного, а технологический потенциал остался уже, к сожалению, недружественным. То есть вы хотите сказать, что поляки стали с чехами продавать все только за валюту и на Запад? А наоборот сюда? Да, они стали зарабатывать. Оттуда и цены. По партнере цены, да, сразу же пришла глобальная фарма, но про нее чуть-чуть позже поговорим. Я ей добавлю вот этот очень важный момент. На самом деле Советский Союз сделал субстанцию. Он производил действующие вещества, отправлял в дружеские социалистические страны, а те делали готовые формы, таблетки и так далее. Когда рухнул Советский Союз, эти начали покупать субстанции в Китае. Здесь все загнулось. Сейчас Индия еще производит. В Индии здесь все загнулось в 90-е годы. И, соответственно, открыли границы. И они все сюда пришли и свои правила здесь сформировали. И фактически мы за 90-е годы у нас полностью был, как факт, уничтожено то, что было сделано при Советском Союзе. И достаточно серьезно пострадала наука. Мы помним все эти события. Вы употребили слово «уничтожено», просто целенаправленно гасили предприятия. Я, может быть, раньше вы как-то более осторожно с этим говорил. Но я думаю, что сейчас при текущей ситуации здесь в этом были элементы глобальной политики. Потому что, конечно, было бы выгоднее, чтобы все, что там было, интересное забрать, выбрать, увести, включая мозги ученых. А все, что могло бы здесь быть воспроизведено как конкурентное, максимально быстро зарубить. Это к вопросу Гайдаровского рынка и Чубайсовского рынка. Вот он и дорегулировался. К большому счастью, все-таки нашлись мудрые люди в нашей стране. И потом Андрей Александрович был у основ этой создания программы «Фарма-2020», которая позволила в нашей стране фактически сформировать новую отрасль. То, что мы сейчас имеем российскую фарму, которая себя в ковид показала, она была создана фактически за последние 20 лет. Ее как отрасли в Советском Союзе не было в таком формате. И говорить то, что мы старые советские предприятия. Нет, здесь почти все предприятия, самые современные, сделаны по последним стандартам и современнее, чем многие предприятия глобальных компаний. Кстати, по истории. Я не знаю, как вы к Барнцалову относитесь, но он пытался какую-то отечественную сделать. Там же аспирин, что он там делал? Какие-то совсем простые лекарства. Спиртом торговал. Но мы хотя бы понимаем... Настойка боярыш. Самая популярная лекарственная. Мы понимаем, что это хотя бы наше доморощенное. Хотел, но получалось нестойко боярыш. На Кашинском шоссе, да. По крайней мере, какое-то производство пытались удержать. Если не вдаваться в детали. И получилась ситуация, что у нас было принято стратегически мудрое решение сформировать новую отрасль. И она, в отличие от многих проектов, где есть сейчас вопросы, вот отрасль в ковид на эти вопросы ответила. Неужели как новая отрасль? Почти ничего же не осталось? Новые заводы были построены. Да, это абсолютно новые заводы. Более того, отрасль частная. Что вот отмечу, это редкая для нашей страны ситуация, когда частные бизнесмены разные, причем новые, те, к которым есть вопросы по итогам приватизации, а те, которые с нуля создали эти бизнесы, иногда на чем-то основываясь, но все равно они вытащили, фактически создали новые производства, новые препараты, научились делать дженерики. Очень хорошие, качественные препараты, которые многим спасли жизнь и действительно, которые многие не уступают по качеству западным аналогам. И тут действительно вопрос стоит, вот в первой части то, что я говорил, когда целенаправленно проводят определенную политику, когда вас воспитывают, а нас всех воспитывали, что все, что на Западе, оно лучше, вне зависимости от того, надо отдать должное, всегда оно было завернуто в красивую упаковку. То, что мы никогда делать не умели, только потихонечку учимся, в каких-то отраслях, кстати, научились уже очень неплохо. У них всегда было хорошо запаковано, классный маркетинг, и тебе нравится, даже если оно то же самое. Включая медицинский персонал отечественный. Включая возможную работу со всеми участниками цепочки. Цепочки, да. И тем самым ты формируешь мнение. И известные случаи, не буду сейчас приводить конкретные препараты, несколько таких случаев было очень нашумевших, когда западная компания поставляла сюда препарат, жизненно важный для большого количества пациентов. И он прекрасно пользовался спросом. Потом наша компания договорилась с ней о том, что препарат будет здесь просто разливаться. То есть, субстанцию делают там же. То есть, это инъекционный препарат, он вводится в виде инъекций. Его просто привозили сюда, а здесь разливали. В те же самые шприцы, все то же самое. Но разливали здесь. И написано, было сделано в России. Так вот, пациенты говорили, что этот препарат не работает. И работает хуже, потому что он российский. Хотя, на самом деле, как бы все знали, участники процесса, что это абсолютно тот же препарат, ничего не могло случиться, потому что стандарты качества были строжайшие. Даже глобальная компания за всем здесь следила. Но эффект даже не плацебо, а эффект определенной убежденности в том, что препарат не будет работать. Да, пропаганды. Он срабатывал. Такие случаи есть, они задокументированы. Такие факты имеются. Конечно, это не говорит о том, что не нужно работать над качеством препаратов. И здесь, наверное, важную роль играют субстанции. О чем Андрей Александрович очень важно сказал, что у нас отрасль по производству собственных субстанций была фактически нивелирована. Ее нет. Ну, сейчас она восстанавливается, потихоньку набирает обороты. Но то, что мы серьезным образом зависим от Китая и Индии в поставке субстанций, это действительно может сказываться... Ну, слава богу, что это Китай, Индия, а не другие страны недружественного сектора. Ну, справедливости ради, во время пандемии в какой-то момент нам не помогло, что это Китай. Потому что когда Китай закрылся... Он закрыл и границу. Там, да, ничего. Вот чего спасло, то, что реально были вот эти новые заводы. На заводах были складские запасы. И на этих складских запасах можно было месяц-два прожить. Потом Китай открылся, их восстановили и так далее. Ну, это вот проблема, которую сегодня уже мы озвучивали, что деньги есть можно, наверное, если очень понадобится. Без лекарств их невозможно взять из... Как в арабских странах. Да, их невозможно взять из ничего. А учитывая, что лекарства еще, как и многие другие продукты, о которых идет речь, продукт сложного технологического передела, то есть для этого очень много цепочек должно быть сложено. Если у тебя этих цепочек нет, ты находишься в колоссальной зависимости от любой ситуации. Мы сейчас в мире видим, происходит ситуация, которую никто никогда предугадать в нормальном формате, за исключением фантастов, особо никогда в публичной плоскости не мог предугадать. Фантасты тоже много не угадали. Да, много не угадали. Но, тем не менее, это есть. Что будет дальше, никто не знает. Вот на Украине два примера. Это корь, эпидемия была, с которой они, собственно, не скрывают, они не справились. А сейчас холера. Ух ты. Даже пишут, что это угроза для в том числе боеспособности, потому что это как раз южные районы. Потому что полностью развалена система здравоохранения. И кто за это не отвечает. Кассового обеспечения тоже нет никакого. Ну да, и там еще американцы поучаствовали. Скажите, я как, допустим, мы работаем уже на телевидении, у нас был сначала беспредел с точки зрения рекламы лекарственных препаратов. Сейчас это просто жестко под контролем, почти запретили. Потому что, конечно, через рекламу навязываются вот эти вот стереотипы. Что вот это, так сказать, хорошо работает, это все, это лечит и так далее. То есть, желание вот этой фармы, в хорошем смысле реализовать свой товар, но иногда его навязывают, иногда это переходит какие-то границы. И у предприятий, у которых обороты не очень большие, они же с гигантами не могут же бороться. И здесь вот там Pfizer, тот же печально известный по некоторым результатам, или там Bayer, который мы все знаем, да. Это же сколько их там, 5-6 крупных там компаний, ну, может, до десятка в мире. Они держат практически весь мировой рынок. И вот тут надо нам поставить некоторый барьер. Понимаете, возвращаясь к тому вопросу, который вы вначале задали про Big Pharma. Вы думаете, почему Big Pharma здесь находится, вот в этой отрасли, в этом направлении? Потому что это действительно мейнстрим технологического развития человечества. Там, где идет технологизация, там всегда и максимальная эффективность. Ну, иначе зачем нужны технологии? Только для того, чтобы повысить эффективность. Там экскаватор выкопает больше, чем человек с лопатой. Технология всегда усиливает какие-то возможности человека. И именно поэтому Big Pharma появилась как явление транснациональное в области инновационной фармацевтики. Если вы посмотрите, Big Pharma не занимается дженериками. Она занимается новыми препаратами, которые создаются на новые биомишени. Ученые открывают что-то новое в человеческом организме, понимают, как вылечить ту или иную болезнь, которая до этого была неизлечима. Делается препарат, на этом препарате зарабатываются сверхприбыли и так далее. Ну, яркий пример, например, гепатит С. Желтуха. Желтуха – это гепатита. Это разные, знаете, как болезни печени абсолютно разные, и все гепатит. Гепатит С – это вирусная болезнь, которая называется тихий убийца, потому что человек живет с ним всю жизнь, а потом у него случается цирроз печени, рак печени, и он умирает. И причем смертность достаточно большая. До этого его нельзя было вылечить. Людям выписывали интерфероны. Это как-то чуть-чуть отдавало возможность и так далее. Но, в принципе, появились препараты нового поколения, которые, по сути дела, американская Бигфарма-Зева, которые позволили излечивать за 3-4 месяца эту болезнь. И эти препараты стоят очень дорого до сих пор в США, Европе. Они почти ничего не стоят в развивающихся странах. Бигфарма специально это сделала, дав лицензии индийским и так далее. В России они тоже очень дорого стоят. То есть, по сути дела, Бигфарма, используя вот эти возможности, сделав эти открытия, конечно, занимается тем, что максимизирует свою прибыль. Мы иногда слышим в рамках социальной рекламы, что такой-то мальчик, такой-то ребенок, значит, вот ему надо сделать инъекцию, и эта болезнь уйдет, и инъекция стоит, и называют сумму. И это же что ж такое? Один укол там несколько миллионов стоит. А вот стоит. То есть, ну, я не хочу сказать, правильная цена это или нет, но имеется в виду, что туда заложены такие высокие технологические ресурсы, что вот действительно за один укол можно излечить такую-то ранее невозможную... И больных мало таких. Да, и больных мало. Обычно, если это редкая болезнь, больных в мире очень мало, то они все, конечно, не смогут оплатить даже по такой дорогой цене, как говорится, то, что было потрачено, чтобы сделать этот препарат. Ну, как всегда, любую вещь мира красит. И здесь тоже, конечно, бывают очень большие искажения, которые можно, наверное, было бы... Поэтому весь Big Pharma, вот отвечая на ваш вопрос, первый, она является... С одной стороны, да, она скупает всякие биотеки, у кого какая разработка есть, доводит их до рынка и выводит инновационные препараты на весь мир. С другой стороны, кстати, в России она перестала их выводить. То есть, с 2022 года количество клинических испытаний новых препаратов со стороны Big Pharma в России упало в несколько раз, раз в пять, что ли, не помню сейчас цифры. То есть, это означает, что у нас через пять лет просто не будет препаратов следующих поколений. Почему еще важно самим их прямо сейчас начать делать? Их не сделаешь за год. Вот сейчас надо, как говорится, стартовать... Ну, мы же видели, как даже вакцину от ковида, сколько она делалась. До этого был большой задел, создан на протяжении десятилетий. Кстати, благодаря Pharma 2020 в том числе они, Гамалея, участвовали. Да, конечно. И вот если брать там многих экспертов, а мы общались, например, то если задай вопрос до 2020 года, кто бы сделает первую вакцину, Центр Гамалея назвали бы там, ну, не в первой даже тройке, ну, или даже, может быть, не в первой пятерке. Вот. А благодаря тому, что они достаточно упорно отбивали необходимое создание платформенных решений, им это сделать удалось. Здесь очень важно сказать про объем денег, который на это тратится в России и в мире. И, наверное, даже эффективность этих денег. Вот я за 18-19 годы, когда есть такой глобальный инновационный индекс, он раньше был открытым, публиковал информацию. Там оценивалось топ-100 глобальных корпораций, которые больше всего вкладывают денег в исследования и разработки. Вот, по-моему, за 18-й год статистика была... Ну, понятно, первые места там IT-компании, но среди 100 компаний 25 были фармацетические. То есть, в первую десятку входила пара, и дальше там вот они бились. Вот мы специально тогда считали, 25 компаний в год, это было до ковида, там, за 2-3 года, вкладывали 200 миллиардов долларов в год. Только 25 ведущих фармацетических компаний мира в исследовании и разработке. Представьте себе, какие это суммы, о каких деньгах идет речь. Но если брать Российскую Федерацию, например, у нас стоимость работы совершенно другая, нежели у них. И многие вещи, которые были сделаны, они по меркам западно-глобальных корпораций, они даже не увидят этих цифр, они вообще не могут понять, как иногда за эти деньги что-то можно сделать. В этом-то как раз и определенная наша опасность для некоторых. Потому что, да, бесплатно сделать нельзя, но цена работ и цена исследований, которые можно на ранних этапах выполнить, она совершенно другая, кардинально отличается. И условно говоря, если, там, говорят цифру, вот 2 миллиарда долларов меньше не сделать. Ну да, если ты в глобальном пространстве делаешь, и ты западная корпорация, то, конечно, не сделать. А у нас подобную разработку, ну, можно сделать, может быть, там, за 2-3 миллиарда рублей. Ну и здесь, справедливости ради, я добавлю, нас также приучили наши не партнеры, да, геополитические, вот это сравнение, что новый препарат стоит сделать, там, 2 миллиарда долларов. А вы куда, типа, лезете со своими, там, у вас таких денег нету, быть не может. На самом деле это манипуляция, потому что это сравнение зеленого и длинного, да, как говорят. 2 миллиарда долларов, они считают все туда. Они туда считают и вывод этого препарата на все рынки в мире. И рекламу. А этот, да, а это как минимум половина этих денег. Они считают все свои провалы, которые у них случились, которые тоже, они всю свою неэффективность туда. Не говоря о том, что у них венчурный пузырь, мы сами видим, как он раздувается, да, и сдувается там вот на регулярной основе. И в этом смысле вот вся неэффективность венчурного рынка, она вся туда списывается. Поэтому... Наши зрители, они понимают даже, что деньги, которые военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов кушают, да, и оборонно-промышленный комплекс России, они даже назвали. Казалось бы, несравнимое, да? Да. Однако, да, то же самое в форме. Да, результат есть, да. Я, кстати, вспомнил, когда меня Гамалея назвали, я помню, много лет назад я участвовал, ну, то есть делал какие-то материалы, когда мы пытались привлечь внимание к возможности отключения электричества в хранилище вирусов знаменитых, базы вирусные, что если там электричество отключить, то они все это пропадет, а это как раз вот та самая основа, в том числе, которая потом помогала. Это уже при очень низких температурах они хранятся. Да, да, да. Минус 80. Ну да, конечно. Причем страшные там разные вирусы и так далее. Ну, это к вопросу о том, что политика должна быть последовательной, да, и мы как раз, если сейчас к этому наконец-то там где-то пришли, а где-то только приходим, да, по крайней мере, идет осознание того, к чему нас вели и к чему нам надо идти. Ведь вот по многим технологиям, что очень важно понимать, что если ты не будешь годами разбираться, как она устроена, завтра там случается ситуация, тебе говорят, ну, давайте, мы такое мнение иногда тоже бытует. Вот мы сейчас воспроизведем, вот посмотрим, как у них, ну, по автомобилям мы видим, да, как воспроизводится. А фарма в каких-то вопросах-то, пожалуй, еще посложнее, потому что автомобиль можно так или иначе заставить ехать. Например, с ракетой приведу, ну, вы там разобрали, узел не сработал, какой-то сделали следующую версию, даже третью, пятую, она все равно полетит. А таблетка, если в конце не сработала, то все, надо все переделывать с нуля, просто потому что мы человеческий организм не знаем. Здесь ты делаешь препарат, который будет действовать на человеческий организм, где как раз неизвестных намного больше, они нам неизвестны, и тебе придется с нуля возникать. А для этого нужна быть большая кухня, да, технологическая, научная, технологическая. Кадровая. Опытная производственная. Конечно. И она должна быть в рабочем состоянии. Да, и она должна быть в рабочем состоянии. И в полумертвом, как сейчас иногда. Мы иногда сталкиваемся с просто задачками. Оказывается, что у нас на всю страну есть одна научная группа, которая это делать вроде бы умеет в научном формате, но чтобы это технологизировать и перевести, а фарма – это же про технологии в конечном счете, это нужно технологизировать и делать уже по стандартам, которые требует тот же Минздрав. А наш Минздрав по стандартам не сильно отличается от FDA или других регуляторов, достаточно требовательно. И ты сталкиваешься с ситуацией, что они делать не могут, потому что там исследователи сидят, их там три человека. Это как атомный проект в Советском Союзе. Теоретики были. Но бомбу-то надо сделать, чтобы она, а потом еще и доставить. И вот здесь известная фраза «не надо лучше сделать и так же» приобретает совершенно другой оттенок. Чтобы даже так же сделать, это нужно иметь всю эту кухню. А эту кухню можно создать. На дженериках построенная производственная кухня действительно произвести можем многое что или значительное количество препаратов. Но препараты следующих поколений, если мы не будем понимать, как устроена сама технология и как устроено исследование, мы не сможем даже их потом воспроизвести. Я вот спросил про кадры. Потому, что вы же все-таки в институтах работаете. Сегодня много мы слышим, что наши западные партнеры сделали все, чтобы молодые специалисты или даже в потенциале выпускники вузов. Я знаю, что года три назад где-то в аспирантуру биофака на 40 бюджетных мест, дай бог, половина было заявлений. Я спросил, у меня там учились, а запад принимает по диплому пробирки мыть за 2000 евро в месяц. И, конечно, народ туда хлынул. Чтобы здесь им не дать работать, их туда не так много, кстати. И сейчас это продолжается. Сейчас сложнее стало. Ну да, сейчас как бы сложнее. Вы когда работаете со студентами, они понимают, что биология это наука будущего и то, что там уже в общем-то рынок кадровый, там же он пересыщен, там их будут использовать, просто они ничего не смогут, так сказать, авторского сделать. Ну да, получат какой-то достаток, но они будут всего лишь технологическими там подмастерьями или просто чернорабочими. Ну, моему опыту они это не понимают. Да, то есть до сих пор существует. И это, в общем-то, результаты десятилетия предыдущего развития, некий миф. Да, что если хочешь самореализоваться, то надо ехать, делать постгрейд в Европу, в Америку и так далее. Сейчас, конечно, ситуация улучшилась для России, потому что это не так просто сделать. И в этом смысле больше ребят остается, в том числе и которые хотят самореализоваться в биологии, в фармацевтике. А есть, которые хотят вернуться? Появляться начали. Вот в этом году начали появляться. Как раз вот с одной стороны уехали, с другой стороны увидели ситуацию там. Там какие-то деньги, запасы кончились. В общем, есть, которые начинают прозондировать. А какие, а что, варианты. В этом смысле нам, конечно, нужна политика на эту тему. Очень ясная, четкая, чтобы этот магнит включить в другую сторону, потому что очень много кто разъехались. И, в принципе, они бы вернулись, если бы была целенаправленная политика, которая их сюда бы возвращала. Как китайцы просто напрямую по головам из Америки откуда-то выхватывали каких-то специалистов и возвращали, давали им тут лаборатории, давали им тут сразу жилье. Нам такая же политика нужна, чтобы этих ребят, и не только ребят, некоторые из них достаточно взрослые, сюда вернуть. Это потенциал развития, кстати. Речь даже не о зарплате как таковой, а об условиях. Об условиях. Вот здесь я бы тоже отметил, у нас физтех исторически находится в другой парадигме. Он все-таки существовал как технологический исследовательский университет. Мы, как первый мед, были медицинским институтом. Это тоже надо понимать. В свое время нас из императорского университета выделили, как многие другие мединституты. Фактически отрезав от всей фундаментальной науки, от технологической ее части, от инженерной. И мы начали, наоборот, эту часть наращивать. И вот те ребята, которые к нам приходили, все-таки к нам приходили врачи, будущие провизоры. У них немножечко другой был посыл изначально. Но то, что мы увидели, когда у них начали появляться и у нас начали появляться возможности, а у студентов появляется то, что есть в университете. Когда в университете появилась деятельность по разработке препаратов, по их испытаниям, по созданию биомедицинских клеточных продуктов, медизделий и так далее. Студенты это увидели и поняли, что им это интересно. И мы благодаря ряду проектов, там был 5-100, потом сейчас приоритет идет, много различных международных стажировок, программ, PHD. И вот конкретно у меня даже в институте работает несколько уже теперь заведующих лабораторий, ребят, которые PHD в Италии защитились, там поучились, поработали. А в лестнической PHD? Кандидатская. Только это в международном плане. Соответственно, вот они защищались и здесь у нас кандидатскую, и защищали там вот эту степень в Италии. И они не остались там. Они с удовольствием приехали сюда, но мы им дали возможности. Вот о чем Андрей говорит, что нужно возможности создавать, потому что они тогда видят, что действительно интересная работа, хорошая зарплата, реальный вклад в и научное развитие, и в практическое, потому что люди решают практические задачки для российского здравоохранения совместно с фармацевтическими компаниями, с другими игроками рынка. И тогда им это интересно. Но вопрос в том, что пока это в масштабах страны определенные точечные примеры, а это должно стать достаточно массовым явлением. Потому что тогда ребята будут видеть, что здесь есть возможность настоящих подложений талантов. Они нужны, конечно. Они нужны. Но действительно много появляется очень интересующихся. То есть видят, что возможности уже какие-то появились. Относительно того, что когда я учился, хотя разница там, извините, не такая большая, 20 лет еще не прошло, возможности колоссально другие. Я знаю, что в области биологии несколько премий молодых ученых. Вот тут дали там Путин как бы их награждал. Удивлен, конечно. Не буду озвучивать цифры, но у нас молодые ребята, вот там 25-27 лет, они получают сейчас зарплату выше, чем они могли бы получать в коммерческой компании. Когда я учился, это был нонсенс. Там, знаете, все думали, вот сейчас пойду у нас фармфак, мой родной, медицинским представителем, тысяча долларов будет зарплата, машина, телефон и все. Вот предел мечтаний. Жизнь удалась. Понимаете? Вот такая история. Я вот на это не пошел. У меня карьера медпреда три дня была. Я в лаборатории. Остался совершенно другими деньгами. А сейчас у ребят есть выбор. Они уже на эти должности, ну, те, кто хочет, конечно, они на эти должности даже не смотрят. Они понимают, что я пойду в науку. Я буду там в технологиях развиваться. Потом, может быть, препарат создам. Это как такой апогей, да? Ну, или там другие какие-то там системы диагностики и прочее. Просто этих возможностей должно быть кардинально больше. Потому что обучить нельзя ничему, если сам этим не занимаешься. Сильная сторона, что физтеха, который был вообще под отсознан, что первого меда. Мы всегда, у нас были хорошие клиники, мы умели лечить. Очень хорошо. У нас были всегда лучшие академики, профессора. Они могли этому научить. А для того, чтобы научить что-то создавать, разрабатывать, у тебя должна быть эта кухня. Ты сам этим должен заниматься. Только тогда ты можешь что-то привить. И вот чтобы в масштабе страны это сыграло, должна быть действительно масштабная большая программа, к примеру, по созданию инновационных препаратов. Потому что тогда она сама предъявит требования запроса на разных специалистов из абсолютно разных областей. И там появятся и люди, которые искусственным интеллектом занимаются, и люди, которые квантовыми технологиями занимаются. Потому что все эти технологии имеют разные сферы применения. А лекарства – это то, что мы получаем в конце. Будь то сейчас просто лекарственный препарат, потом какой-нибудь террорностический препарат. Это совмещающие уже и средства диагностики, и средства лечения. Он сам продиагностировал. Если нужно, воздействовал на определенную мишень. А если не нужно, не стал воздействовать. Растворился потом в крови. К этому мы все равно придем. И если мы будем ставить такую амбицию в масштабе это делать, то появятся запросы на кадры. И молодежь действительно в это пойдет. Они хотят интерес к этому колоссальный. Скажите, у меня сразу вопрос возникает. Да, сейчас меняется политика государства. А вы говорили, что началось все. Во многом началось все с частной инициативы. Что фарма отечественная не умерла. Насколько сегодня государство делает возможное все, чтобы сохранить вот этот суверенитет. Особенно в условиях санкций, давления, которые ослаблять не будет. Это будет продолжаться. Хотя мы там ориентируемся на восток. Китай, Индия, это вроде бы как хотя бы не враждебные страны, но относящиеся к категории дружеских. Но тем не менее, бизнес есть бизнес. И вот эти тонкие вещи с технологиями всегда к себе придерживают. Насколько здесь государство понимает всю комплексность этой задачи, причем ориентированная на 20 лет вперед, минимум. Ну, я, наверное, немножечко начну. Потому что здесь вы сказали про комплексность и долгосрочное прогнозирование. И, наверное, надо сказать... Тут нельзя ошибиться же еще. Да, наверное, надо сказать, что у нас государство осознает масштаб проблемы и достаточно хорошо понимает то, что связано с кратко-среднесрочной проблематикой. Например, дефектура, она понятна. По многим препаратам... Дефектура – это дефицит. Да, дефицит препаратов. Если там с чем-то были по разным проблемам поставки, здесь государство хорошо отрабатывает. Но вот то, как работал, например, Советский Союз, планируя, и как работают глобальные компании, имея горизонт планирования... Ну, я же не говорю про государство, когда они планируют на 20, 30 и более лет. У нас, вы знаете, недавно год планирования, 3 года. Сейчас вот 36-й год был. Да, 36-й, я поэтому и говорю. Это как бы колоссальный прогресс. Ну, с точки зрения бюджета-то все равно 3 года. Да, с точки зрения бюджета трехлетний... На самом деле у нас трехлетний горизонт как был, так и есть. И вот это в этом смысле фарма инновационная, да? Я, может, более категорично скажу, да? Она, та стратегия, которая у нас сейчас есть до 30-го года развития фарма, она консервирует дженериковую модель развития. То есть она, по сути дела... Ну, что да. Да. И она в основном делась до специальной военной операции. И в этом смысле, хоть и утверждена была в прошлом году, но все свои... Всю свою идеологию, что инновационное мы там купим, да, инновационное нам бигфарма поставят, она там осталась. Потому что если посмотреть на те индикаторы, которые там к 30-му году стоят, то там отечественные препараты в денежном выражении всего 43% должны занимать. Это ровно дженериковая часть нашего же собственного рынка. У меня просто вот в голове мысль такая свербит. Это цитата из основоположника. Если мы это не сделаем, они нас сомнут. Сказал Сталин в конце 20-х годов. Когда началась индустриализация. Так то же самое. То есть это переход на новый технологический уклад, но он должен быть собственный. Так более того, коронавирусная история, я думаю, она теперь будет повторяться с какой-то периодичностью. Да-да. И это уже всем очевидно. Даже не будем обсуждать искусственное, это не искусственное, но будет повторяться. Живые системы, ядерное оружие возникло, и добро, и зло, ядерная реакция, и атомные станции, и оружие. Так и развитие в области живых систем и технологий. Извините, вы можете делать лекарства, а можете делать наоборот. Ну да, биолаборатории, которые страна обложилась в срочесторон. И идет очень бурное изучение и создание такого рода, скажем так, оружия. Соответственно, раз создается меч, то должен быть и щит. Да, вот щит – это инновационная фарма. Извините, если ее нет, вы не сможете защититься, если очередная зараза какая-то прилетит. Кстати, вот то, что войска биологической защиты, все, что связано с военными, вот эта составляющая, она хоть немножко удержала имеется биологическую защиту. Я помню, в 1974 году вышел такой фильм «Комитет 19-ти». Там у нас сюжет был такой, что какая-то болезнь в Африке на уровне ООН, скандал, наши врачи поехали, кто-то там погиб, потом поехала другая делегация. Нашли. А что нашли? Неонацисты где-то там в лесах, в джунглях создавали препарат, а рядом гнездятся фламинго, а фламинго куда летят? В Асканию-Нова. Это логика-то. Она была описана умными людьми, даже если они писали художественные произведения, потому что она, в общем-то, очевидно человеку, который относительно неплохо разбирается хотя бы в нескольких смежных отраслях. Или хорошо понимает, что такое биология, как она развивается в широком понимании. И здесь я бы хотел даже дополнить, что горизонт планирования. Смотрите, у нас рынок лекарственных препаратов 2,7 триллиона – это колоссальный рынок. Да, из которого порядка 60% по разным оценкам – это импортные препараты в деньгах. Вот представьте себе, примерно 1,4-1,5 триллиона рублей, которые каждый год… Я не могу представить, извините. Хорошая сумма. Представьте 2 триллиона, которые мы раз в год отправляем в виде рублей. Вот это все улетает. Я понимаю. И в основном улетает, а кому? Бигфарм. Да, Бигфарм. Это исключительно недружественные страны для нас теперь. Вот исключительно. Там ни Индии, ни Китая нет. Там нет у них своих таких корпораций. А вот дальше получается следующая ситуация, что дженерить, жорганизм, извините, мы можем воспроизвести препараты, многие, которые не запатентованы, мы научились. Дженерить воспроизвали. А, например, китайцы у себя в стране приняли программу и начали делать следующий шаг препарата, следующий в классе. То есть, они делают препарат похожий, но запатентованный. То есть, они думают, сложно там делать… Следующее поколение. Да. Следует молеку. Делают какую-то молекулу, она такая же оригинальная, действует по схожему принципу, который уже пройден глобальными компаниями, но не нарушает патентной частоты и становится тоже патентно способной. Только если этот препарат не хуже, он должен быть просто не хуже. Не надо лучше сделать так же. Он попадает к ним на рынок. Вот представьте себе, если бы мы такую задачу себе поставили, то из этого полутора триллиона хотя бы 200-300 миллиардов мы оставили бы в стране за счет такого рода препаратов. У нас полстраны по-другому жить будет. Потому, что 200-300 миллиардов в год, которые будут оставаться в нашей экономике, это колоссальные деньги для всей страны. И учитывая, что фарма – это отрасль, как мы уже говорили, глубокого передела, представьте, сколько рабочих мест это реально создавало, какие были бы зарплаты. А если это помножить на годы, 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 годы? Это вообще другая страна. Это другая страна. Вот как раз мы пришли к вниманию, о каких объемах и ресурсах идет речь. Это не лаборатория где-то там. Это десятки институтов, десятки тысяч людей, сотни компаний крупного бизнеса, малого, среднего. Это химия и органическая химия на каком уровне? Потому, что я вам, знаете, расскажу пример, который нам в свое время повезло. Мы, как говорим, дружественное и недружественное, опыт надо любой изучать и надо понимать, как у кого что работает. Вот очень интересный пример, который мне рассказывал наш бывший коллега, поработавший на очень большой должности в MIT. Это Массачусетский технологический институт. Один из самых лидирующих университетов в мире. Они соревнуются за первое место периодически. Вот у них рядом находились лаборатории Боинга и Эрбаса, двух конкурирующих корпораций. Там лаборатории, там центры, где сотни людей работали. И вот люди мигрировали между MIT, этими лабораториями, работав иногда в трех точках, а потом им надоедало. Они создавали собственную компанию, открывали ее в соседнем специальном экосистемном центре, где можно было получить площадь и прочее. И начинали работать, опять же, со всеми вещами. Там такой, знаете, хороший, в смысле, в варе, бульон, среда создавалась, которая просто создавала новые технологии, новые рывки, новый бизнес, новые рабочие места. Просто потому, что это экосистемно создано. У нас в стране многие вещи делать пытались, но не доводили их до конца. А вот таких историй их действительно не хватает. И потенциал для этого есть. А если их вывести туда, на восток, дальше создавать новые города, это вот здесь. Конечно. Если мы будем развивать. До 2022 года не было задачи доводить до конца. Это было симулякры. А вот теперь горизонт упланирования программы. Сейчас 24-й год, мы обсуждаем. Программа 2030, ей осталось 6 лет, хотя ее должны были в 2020 году, по идее, принять после завершившейся фармы 2020. Прошло 4 года, ее обсуждаем. Сейчас еще полгода будем обсуждать планы по развитию планов. В 2025-м что-то пойдет, 5 лет. За 5 лет можно в очень, если очень повезет, прям какой-нибудь следующий в классе, но с трудом сделать. Это в лучшем случае. А инновационный препарат вообще не сделаешь? Скажите, вот когда мы говорим, в частности, Перебреженский клуб часто, мы обсуждаем такую тему, что вот есть некие оппоненты, с которыми мы как бы спорим заочно, а они с нами спорить не хотят. Потому что спор для них невыгоден. Но они повестку формируют и всем рассказывают другим, что они действуют правильно. Но сегодня вот уже в нескольких там направлениях, обратите внимание, появилось слово «национальный». Цели национального развития, стратегия национальной безопасности. Национальный интерес выведен на другой уровень. И мы можем сегодня посмотреть на ситуацию, опираясь на эту планку национального интереса. И как раз с ее высоты горизонт планирования смотрится по-другому. И дискуссия, даже то, что мы сегодня обсуждаем здесь, в этой студии, я так что-то не помню, чтобы так открыто на площадках. Мы могли бы ставить... Ну, конечно, есть, дискуссии так и идут. Но вот так вот относительно жестко это редко встречается. Вот правильно я понимаю, что тот самый междисциплинарный подход, который часто никто еще не совсем понимает, что это такое, вот не хватает такой мощи интеллектуальной, академической, может быть, мощи у наших управленцев, чтобы понять, что от них нация требует. То есть Курчатова, Александрова академика, вот таких великих провидцев, которые могут прозревать вот то самое технологическое будущее в министерствах, в общем-то, надеюсь, есть, конечно, но маловато. Вы знаете, здесь проблема, мне кажется, в другом. Или я по-другому... Ну, и вы понимаете, что я спрашиваю. Нет, вы говорите о главных конструкторах, Королевых, там и так далее. Их не хватает. Конечно, их не хватает. А откуда бы они возникли? Для того, чтобы был генеральный конструктор, под ним должен быть крупный прикладной институт. А у нас вся прикладная наука, извините, умерла в 90-е годы. И сейчас есть наука фундаментальная, есть индустрия, а между ними разрыв. И этот разрыв в фармацевтике наиболее большой. Там 5 лет, 7 лет. Почему? Потому что надо испытать на людях любую новую технологию. Скажем, в диптехе... Ещё создать надо. Ещё и создать. В диптехе это железо всякое, там он чуть поменьше. В IT ещё меньше. Именно поэтому у нас IT сейчас бурно развивается. Там удалось преодолеть этот разрыв. То есть от математики доходить до прекрасных наших, не знаю, IT-компаний. В диптехе сейчас только-только пытаются, вот после 22-го года, потому что до этого наш крупняк весь покупал все железки и технологии из-за рубежа. Вот сейчас им не продают, они наконец-то начинают что-то делать. А в медбиофарме этот разрыв тоже. Сколько денег не лечат в фундаментальную науку. Эти разработки не перетекают в индустрию. Они умирают в первой-второй фазе клинических испытаний, потому что никто её в стране не финансирует. Индустрия готова брать разработку уже в конце клинических испытаний, когда сняты все научные риски. Это третья фаза клинических испытаний. А это частный процесс или государство может здесь вмешаться? Конечно, должно государство здесь вмешиваться. Обычно всегда в этих инновационных процессах государство финансирует до того уровня, где подхватывает индустрия. Соответственно, если дырка возникает, государство смотрит, если мы возьмём США практику, вот на эту дыру, потому что получается бессмысленно. Вы сколько денег не лейте в науку, оно всё либо в статьи уходит, либо никуда не уходит. В отчёты, которые лежат и не нужны. Скопус. Просто хиршиндекс себе. Отдельные люди растут. И бог с ним, с этим хиршиндексом. Но в этом смысле сейчас основная задача – это вот эту долину смерти между наукой и индустрией в области фармацевтики. Какой хороший образ. Долина смерти. Да, это долина смерти – это известная терминология. В принципе, эта задача решаемая. Фарма-2020, когда запускалась до 2015 года, там был целый набор инструментов, который как раз финансировал, государственных инструментов, софинансировал эту долину смерти. И многие из разработок, которые выстрелили во время коронавируса, в том числе, кстати, и вакцина, наш препарат, который мы вывели, мы это смогли сделать, потому что мы в тот момент успели, благодаря этой поддержке государства, создать заделы. В 2015 году это было остановлено, потому что все силы были брошены на строительство заводов. Вот сейчас заводы построены, слава богу, надо вернуться к прикладной науке. Надо вернуться к возрождению прикладных институтов. А там будут уже те самые новые королёвы наши, скурчаты, которые будут иметь вижен и будут говорить, в общем-то, в какую сторону нам двигаться и развиваться. Потому что вижен создают всё-таки прикладные учёные. Ну а мы со своей стороны, я имею в виду, так сказать, вот медиа, журналисты, публицисты, просветители, должны формировать мнение у молодёжи, что у них есть перспектива, что есть интересная отрасль применения знаний, где можно с честью не то, что самоутвердиться, а реализовать себя как исследователь. Много добра людям сделать. Я бы здесь сказал даже шире, потому что мы же всегда, говоря про технологический суверенитет и независимость, забываем вообще про развитие страны и про внешнюю валютную выручку. И то, что если мы делаем оригинальные инновационные препараты, мы можем поставлять не только оружие и энергоресурсы, но и лекарства. А это совершенно другие доходы, и спутник это показал для нашей страны. А тогда и перспектива для молодёжи становится колоссальных возможностей не только в исследованиях, но и в организации, в менеджменте, в технологиях и построении даже собственных бизнесов. Ну, кстати, в мире то, что мы называем мировое большинство, сейчас именно этот термин, я считаю, надо правильно применять, начинают понимать, что Big Pharma, у неё задача не лечить, а зарабатывать. А к Советскому Союзу и к России, особенно после вакцины «Спутник», отношение начало как бы меняться. А доверие, то, что мы не навязываем какую-то глупость и ведём себя честно, и самолёты не разворачиваемся на взлётной полоте с препаратами на Запад, как это было с всякими масками из Китая. То есть вот это всё по-другому. Вот я, у меня небольшое, только я поделюсь с зрителями, я был в Казани на форуме, где собрались министры образования разных стран. Ну, каких? Это Африка, Латинская Америка, Азия, страны БРИКС, Россия. Они приехали в Казань уже второй раз на международных обсудить вопросы, как нам, что нам делать с фундаментальными знаниями. Они приехали сюда, они не хотят больше учиться там, потому что они понимают, что это либо высасывание мозгов, либо, значит, навязывание ещё и своих, так сказать, концептов, которые есть. И эти люди обеспечивают потом, что касается вашего сегмента, интересы большой фармы в третьем мире. И это путь в никуда. И вот это начинает меняться. То, что называется, вот мир меняется. И вот в этом меняющемся мире, конечно, рынок, мировой рынок фармацевтики сделан в России. Это, надеюсь, будет... Кстати, я добавлю, мы вот последние два года очень интенсивно работаем, там больше 50 стран на Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Арабский мир. У них у всех уровень развития фармы, ну, плюс-минус. Я не говорю про Китай с Индией, как был в России 15 лет назад. То есть, у нас есть лаг? Вот мы, да. Мы в этом смысле можем предложить не просто себе технологический суверенитет в этой области создать, а сделать и экспорт технологического суверенитета. Ну, что ж, я благодарю за этот разговор. Мы главную тему, мне кажется, всё-таки попытались раскрыть. Это что такое суверенитет фармакологический? Как он важен, жизненно важен для развития, для будущего? Собственно, будущего у нас, простите, не будет, если не будет вот этого суверенитета. Спасибо вам ещё раз за сегодняшний разговор. Напомню, что у нас в гостях был Андрей Ивашенко и Вадим Тарасов, которые занимаются фармакологией. Один, значит, в Сеченском университете, и, значит, второй вот в МФТИ, профессор, да, и руководитель серьёзной компании «Химрар». Спасибо. А с вами, уважаемые зрители, мы на этом прощаемся. Ну, хотя ещё не вечер, но, тем не менее, до встречи в нашем еженедельном цикле «Преабраженский клуб» на площадке сетевого вещания холдинга «Вечерняя Москва». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова